Приветствую вас! И очень многое зависит от того, как именно вы пытаетесь разговаривать и где. То есть, смотрите, если вы, например, разговариваете с девочкой о привычных местах, о привычных ситуациях, в привычных обстоятельствах и так далее, то эти разговоры не вызывают у нее какую-то реакцию серьезную. То есть, она просто не может понимать, что серьезно то, что вы говорите, особенно если ей с вами удобно. И из-за этого данные разговоры ни к чему не приводят. И поэтому, если вы хотите расстаться с девочкой по-нормальному, то вам нужно в первую очередь, в первую очередь, нужно выбрать место, где бы вы с ней, значит, были бы в первый раз. То есть, пригласить ее куда-то. Вот, где бы вас никто не потреволил, там, вот, такое место. Далее, вам необходимо вести себя так, желательно вести себя так, чтобы для нее это было неожиданностью, чтобы для нее это было чем-то новым, чтобы она вас, например, таким, никогда не видев. Если вы, например, активный, вам нужно быть очень пассивным. Если вы, например, все время довольно общительны, то вам нужно напротив, быть молчаливым. Если вы, например, очень много жестикулируете и ведете себя довольно, так сказать, подвечно, то вам нужно быть медлительным. Если вы говорите быстро, то вам нужно говорить медленно. Ну и так далее. Если вы, там, например, все время заказывали, там, красное вино, допустим, то вам нужно наказать там белое вино или что-нибудь еще. То есть, чтобы девочка увидела, что все вообще не так, как обычно. И это ее выведет из зоны комфорта, в котором она находится с вами, даже когда вы с ней просто общаетесь, даже когда вы с ней просто разговариваете относительно того, что у вас, например, ничего не получается и так далее. Она вам не верит. И для этого вам и нужно вот так вот поступить. Далее. Когда вы это все сделаете, когда вы это все сделаете, я думаю, что необходимо вести разговор в таком вот непонятном для нее ключе, желательно на общие темы, на общие темы, именно на общие темы. И потом в определенный момент сказать ей в таком вот духе, что ты знаешь, я не хочу с тобой больше быть. Мне с тобой плохо, я не чувствую себя счастливым. Прости, я не чувствую себя с тобой счастливым. прости, дело не в тебе, дело во мне, я не чувствую себя с тобой комфортно. И после этого вам нужно, например, допустим, поцеловать ее и уйти. Это поведение человека, который с одной стороны уважает свою девочку, уважает человека, но с другой стороны четко настроено и нацелено на то, чтобы с ним расстаться. И, что важно, что очень важно, что вы как бы ушли от нее, что вы не общались с ней, что вы не попытались с ней что-то там решить, что-то поговорить и так далее, не выслушали ее. И в этом аспекте, в этом контексте, вам нужно придерживаться в дальнейшем своего поведения. То есть я в себе введу, что вам необходимо, значит, вот как вы сказали, так и все. То есть перестать с ней встречаться, не желать ее видеть, ничего для нее не делать, кроме самого необходимого, если понадобится помощь, там не встречаться, не общаться с ней, не отвечать на ее сообщения и так далее, и так далее, и так далее. Если вы живете вместе, то там, соответственно, вещи, там ее собрать, оставить и так далее. То есть нужно быть более решительным, нужно быть более решительным, потому что если девочка с вами комфортна, то она так и будет к вам тянуться. Вот, по моему взгляду, это самый лучший способ расстаться с девочкой. Без криков, без оскорблений, без ссор, без разговоров, без унижений. И прочего. Далее, вы пишите, что наши отношения зашли в тупик. Почему тупик в тупик зашли? Из-за чего они зашли в тупик? С какого момента они начали заходить в тупик? Почему вы позволили им в тупик заходить? Это очень важные вопросы, на которые вам нужно ответить хотя бы себе самому. Вы же пробовали их восстановить, но каждый тянет на себя. Опять же, каждый тянет на себя. То есть, никто не хочет делать уступку. Вопрос к вам. Почему вы не хотите делать эту самую уступку? Ну, если она тянет на себя, ну, вы, как мужчина, уступите, если вы ее любите, если вы хотите быть с ней. если это вам не вредить, а если вам это вредить, если девочка позволяет вам, если девочка позволяет себе, точнее, наносить вам вред, то значит, она не любит вас, она использует вас, как вы и говорите. И это значит, что вам нужно этот вред срочно нейтрализовывать. Я хочу с ней расстаться. Мы очень рады, пробовали разговаривать, но все равно все идет к тупику. Опять, что значит пробовали разговаривать, и все идет к тупику? Что это значит? Ага, как умыли на тупику? Вы говорите, и ничего не происходит, она к вам не прислушивается, или что? Но в чем именно замкнутость круга, которую вы не можете разорвать, причина, которую вы не можете разорвать, это вы, это девочка, это ваш страх, это ее страх, это ваше чувство винии, или что? Это вот такие более тонкие вопросы, на которые вам нужно ответить, чтобы лучше разобраться в себе, и тем самым более полно проанализировать ситуацию КПРС, которая с вами произошла. Значит, ей с одной стороны, ей с одной стороны со мной комфортно, но не больно. Но она держится за комфорт, она держится за стабильность, она держится за постоянство, возможно, это нормально для девочки. Другое дело, что ненормально для вас, и почему вы не готовы, отстаивать свои интересы, почему вы не готовы отстаивать свою позицию, это вот очень интересный момент, на который, мне кажется, вам нужно самому себе для начала, вот самому себе для начала ответить. потому что пока у вас нету вот этого вот представления, пока у вас нет вот этого понимания, вы, ну, скорее всего, с девочкой не останетесь там. Нету четко проработанной, субъективной стороны данного обстоятельства, то есть, что хотите вы, почему вы этого хотите, и что мешает вам это получить, что мешает вам добиться того, чего вы хотите. Вот это те вопросы, на которые вам нужно ответить. По сравнению, ввиду краткости вашего вопроса, невозможно дать более полную, развернутую рекомендацию вам по поводу того, что делать, но вы можете или обратиться к эксперту, любому эксперту приватно, либо дополнить свой вопрос. Если вы это сделаете, пожалуйста, напишите мне в личку, чтобы я дополнение прочитал и ответил вам на него. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку. Желаю вам всего доброго и успешного разрешения данной ситуации. Продолжение следует...